Техническое описание кода неисправности OBD2, цепь управления нагревателем датчика NOX, низкий ряд 2 Что это означает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2, марки автомобилей могут включать, но не ограничиваются ими, датчики BMW, Dodge, Ram, Audi, Cominus и т.д. Датчики NOX, оксид азота, в основном используются для систем выпуска дизельных двигателей, их основное назначение, обнаружение уровней NOX, выходящих из выхлопных газов после сжигания в камеры сгорания, затем система перерабатывает их, используя разные методы, учитывая суровую среду этих датчиков, они состоят из комбинации керамики и определенного типа диоксида циркония, одним из недостатков выброса NOX в атмосферу является то, что он может иногда вызывать смок или кислотный дождь, Неспособность в достаточной степени контролировать и регулировать уровни NOX приведет к значительному воздействию на атмосферу вокруг нас и воздух, которым мы дышим, ESM, модуль управления двигателем, постоянно контролирует датчики NOX, чтобы обеспечить приемлемые уровни выбросов в выхлопных газах вашего автомобиля, Цепь управления нагревателем датчика NOX отвечает за предварительный нагрев датчика, это делает это для ускорения времени прогрева датчика, в свою очередь, для эффективного повышения рабочей температуры, не полагаясь исключительно на температуру выхлопных газов, Чтобы нагреться, когда дело доходит до P2219 и соответствующих кодов, цепь управления нагревателем датчика NOX как-то неисправна, и ESM обнаружил это, для справки, банк 1 находится на той стороне, на которой расположен цилиндр номер 1, банк 2 находится на другой стороне, Если ваш автомобиль имеет прямой 6 или 4 цилиндр, в котором только одна головка, это может быть двухсторонняя труба, коллектор, обращайтесь к своему руководству по техобслуживанию для обозначения местоположения, так как это будет неотъемлемой частью процесса диагностики, P2219 это общий код неисправности, относящийся к цепи управления нагревателем датчика NOX, низкий уровень 2, появляется, Когда контроллер ESUD обнаруживает состояние напряжения ниже ожидаемого в цепи управления нагревателем датчика NOX на блоке 2, дизельные двигатели особенно выделяют значительное количество тепла, поэтому обязательно дайте системе остыть, прежде чем работать с любыми компонентами выхлопной системы, пример датчика NOX, в данном случае для автомобилей GM, какова серьезность этого кода неисправности? Средние степени серьезности для этого, так как связанные с выбросами неисправности действительно могут повлиять на окружающую среду вокруг этого, тем не менее, иногда с нарушениями эмиссии не будет никаких симптомов, но могут все еще иметь последствия, если оставить их без присмотра Каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы диагностического кода P2219 могут включать в себя, проверка на сбойные выбросы прерывистый SL, проверьте свет двигателя, каковы некоторые из распространенных причин кода? Причины для этого кода круиз-контроля P2219 могут включать в себя, неисправность датчика NOX Нагреватель в датчике NOX неисправен Внутренний обрыв ВСМ, модуль управления двигателем, или сам датчик NOX Проникновение воды Сломанные контакты разъема Прерывистое соединение Расплавленный жгут Загрязненный элемент датчика Высокое сопротивление присутствует в нагревателе Схема управления Каковы некоторые этапы диагностики и устранения неисправностей P2219 Первым шагом в процессе устранения неисправностей для любой неисправности является исследование технических бюллетеней, TSB, на предмет известных проблем с конкретным транспортным средством Расширенные этапы диагностики становятся очень специфичными для транспортного средства и могут потребовать соответствующего современного оборудования и знаний для точной работы Ниже приведены основные этапы, но обратитесь к руководству по ремонту для конкретного года, марки, модели, трансмиссии для конкретных этапов для вашего автомобиля Базовый шаг Решетка Одно большинство датчиков NOX, используемых в дизельных автомобилях и грузовиках, будут достаточно доступными, учитывая этот факт, имейте в виду, что они могут быть чрезвычайно упрямы при снятии со всеми расширяющимися и сжимающимися, что происходит с колебаниями температуры в выхлопной системе Поэтому убедитесь, что вам нужно удалить датчик, прежде чем сделать это, большую часть испытаний датчиков следует выполнять с разъема Обратитесь к своему сервисному руководству для точных тестов датчика NOX, чтобы получить желаемые значения Примечание, возможно, при замене датчика NOX может потребоваться некоторое количество тепла, чтобы избежать заедания резьбы в выхлопной трубе Пенетрантное масло, это всегда хорошая идея, если вы думаете, что в ближайшем будущем снимите датчик Базовый шаг номер 2 Следуйте жгуту, соединенному с датчиком NOX, чтобы оценить его работоспособность В большинстве случаев жгуты будут проходить в непосредственной близости от экстремальных высоких температур, упомянутых ранее Так что внимательно следите за расплавленными тросами или разъемами Обязательно отремонтируйте все ссадины или поврежденные тросовые ткацкие станки Чтобы предотвратить возможные неисправности в будущем Базовый шаг номер 3 Осмотрите систему выпуска отработавших газов, особенно внутри, чтобы определить, достаточно ли сажи, чтобы потенциально повлиять на общую функциональность датчика Вообще говоря, дизельные двигатели в любом случае производили ненормальное количество сажи Тем не менее, послепрограммное обновление программатора может повлиять на топливную смесь и создать больше, чем обычно, количество сажи Что может привести к преждевременному выходу из строя датчика NOX Учитывая более богатые топливные смеси, связанные с некоторыми программистами послепродажного обслуживания Обязательно почистите датчик, если вы считаете, что это так, и верните топливную смесь в нормальные ОМ-спецификации Удалив или отключив программатор Базовый шаг номер 4 Наконец, если вы исчерпали свои ресурсы и по-прежнему не можете точно определить проблему Было бы неплохо найти ESM-модуль управления двигателем, чтобы проверить наличие присутствия воды Временами, находящимися в салоне автомобиля Он может быть подвержен воздействию любой влаги, создаваемой в салоне сверхурочно Например, протечка радиатора-отопителя, протекание уплотнителей окон, таяние остатков снега и т.д. Если обнаружен какой-либо существенный ущерб, его необходимо будет заменить Для этого, в большинстве случаев, новый ESM необходимо перепрограммировать на автомобиль, чтобы адаптация прошла без проблем К сожалению, вообще говоря, дилерские центры будут единственными, оснащенными надлежащими инструментами для программирования Эта статья предназначена исключительно для информационных целей, и технические данные и сервисные бюллетени для вашего конкретного автомобиля всегда должны иметь приоритет